Я вот так ходил в Библии и кричал, и встретил таких людей, которые говорят, что человек умер, похоронили и пошел на отдых. Я когда услышал, а там в Германии, знаете как, даже в Америке, человек брал машину в кредит, он пошел в магазин, уже катается на машину, он еще не заплатил. Взял дом в кредит и берет одну работу, берет вторую, а там можно именить, что взять, кто был за границей, кто знает. Там можно именить, что взять и то взять. Я смотрю, когда они будут спать. Они работают и работают. И эти ложные свидетели Его говорят, ничего, там пойдете на отдых. И они говорят, о, тогда там будем отдыхать. Это правильно? Вот так они обманывают людей. Смотрите, еще во времена Иисуса Христа были споры и конфликты, были люди, которые верили в воскресенье и рай, и в ад. И были люди, которые не верили. Я буду вам прочитать. Однажды садукеи, которые говорят, что нет воскресенья из мертвых, пришли к Иисусу Христу с такой, это самое, смотрите, они сказали так. Так, если один человек умирает и не имеет детей, его брат должен взять жену и род продлить. И вот так было семь братьев. Все умерли, и в конце умерла и эта женщина. И, говорит, начали искусить Иисуса Христа. А в воскресенье жена, у кого она будет? Христос так посмотрел на них и говорит, ой, как заблуждайтесь, ой, как заблуждайтесь, ибо вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей. Матфея 22 глава, 29 стиха. Он говорит, ни Писания не знает, ни силы Божьей. Ибо при воскресенье не будут жениться, но будут как ангелы. И Христос говорит, разве вы не читали? Помните, Иисус Христос говорит всегда, разве вы не читали? Когда Бог говорит, я Бог, есть Авраама, Бог Исаакова и Бог Якова. Бог не есть мертвых, но Бог живых. Запомните, перед Богом все живы. И Христос очень много проповедовал о воскресенье из мертвых, о жизни после смерти. И тогда эти в конце говорят, учитель, хорошо сказал, хорошо сказал. Да и тогда, как и сегодня, есть люди, которые верят в рай и ад. И в воскресенье, смотрите, там хороший дождь идет. Надо почаще прийти и проповедить. Смотрите. Слава Иса, спасибо тебе. Если был месяц назад. Будете звонить, вызвать его. Андрюха, если что, звоним тебе. Да. Да. Это точно. Учитель хорошо сказал. И с тех пор не давали ему вопросы. Матфея, вторая глава, 23-го. И Луки, 20-я глава, 27-го и до 40-го стиха. А просьба Роспус никогда еще не говорил так, как этот человек. Они сами дебили священник. Никогда не говорил так, как этот человек. Ивана, 7-я глава, 46-го стиха. И теперь у меня еще вопрос. Мы живем в Молдовии. Я спрашиваю. Чем обязан человек? Они смотрят. А мы молдаваны. Да, и молдаваны чем обязаны? Я говорю. Заработка. Пойти на заработку. Купить большой дом. Машину купить. Прийти сюда, показать соседу, но в нем не жить. Газ подорожал. Кто подорожал? И это мечта. Построить, посадить дерево, колодец, дети, жену. А потом? А потом хорошую пенсию. Библия говорит, что человек положен однажды умереть. А потом что? А потом суд Божий. Еврей, 9-я глава, 28-го стиха. И я почему пишу? Потому что когда я проповедую, Бог дает мне откровение. Я хотел вам спросить. У вас тоже так было? Везде, где я проповедовал, я нигде еще не слышал так. Жена меня любила. Муж меня любил. Дети за...